Здравствуйте! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуаши. Сегодня я предлагаю нарисовать такой зимний пейзаж в лесу, закат. Для этого нам потребуется гуашь, также водичка, листочки нескольких размеров, листочка пятого формата и салфетки. Я предлагаю начать с неба закатного. Для этого нам потребуется сейчас три цвета. Голубой, белый и потом еще добавим желтого. Значит, для начала мы возьмем побольше белого цвета. И к нему добавим небольшую капельку голубого, совсем чуть-чуть. И этим цветом мы покроем верхнюю часть нашего листочка. Примерно половинку вверх. Кисточку можно взять побольше, чтобы этот процесс происходил быстрее. Да, совсем бледный цвет. Чуть-чуть голубого, да, в основном белый. Теперь к этому цвету мы добавим немножко желтого. Тоже совсем чуть-чуть, капельку. И этим цветом тоже пройдемся по низу. И чуть-чуть сделаем растяжку вверх. Не до конца. Чуть-чуть добавим еще желтого, да, тоже бледно. А затем, чтобы сделать закатный яркий цвет, мы возьмем оранжевый готовый. Либо сами смешаем оранжевый, да, я его сделаю, смешав желтый и красный. Нужен оранжевый цвет. И этим оранжевым цветом, да, мы пройдемся снизу. И немножко его вытянем еще наверх. Можно сделать цвет немножечко поярче, да. И внизу немножко сделать еще чуть-чуть поярче. А края мы сейчас сухой кисточкой, без краски, немножко размоем, чтобы не было такого контраста. Да, вот такое небо у нас получилось. И дальше мы перейдем к снегу. Нам сейчас потребуется белый цвет и голубой. Мы их сейчас смешаем. Белого опять побольше возьмем. Белого побольше. К нему добавим голубой, да, или синий, если у вас есть. И этим цветом мы закрасим нижнюю половину листочка. Да, постараемся сделать тут небольшие сугробики, да, как здесь показано. Да, то есть с двух сторон небольшие сугробики. Обозначим. Все остальное пространство мы закрасим этим цветом. Все остальное пространство мы закрасим. Да, я стараюсь не сплошную линию это все закрашивать, да, а создавать такое некое подобие сугробов. Офигенности не сплошной линии. Так. Офигенности не сплошной линии. И вот так. Так. так закрасили а внизу сейчас еще пройдемся а внизу мы сделаем сугробик немножечко потемнее да вот это вот это место мы сделаем чуть темнее для этого сделаем более темный цвета больше добавить голубого или синего что у вас есть какой цвет и этот нижний сугроб сделаем темнее пока оставляем оставляем подсыхать и перейдем к дальнему план сейчас нам потребуется у меня вот есть такой рубиновый цвет может быть есть готовый какой нибудь фиолетовый можно его взять я сейчас возьму этот рубиновый и добавлю в него немножко синего у нас получается такой очень красивый цвет и этим цветом мы прорисуем задний план там мы сделаем такое подобие леса заднем плане и начнем рисовать да то есть мы сейчас будем оставлять такие следы по линии вот этих вот последних наших дальних сугробов да как будто бы нарисуем лес где-то сзади постепенно как будто бы удаляется с одной стороны и и с другой стороны тоже там как будто бы издалека начинает все выше и выше будет подниматься а и и Да, пусть остаются какие-то просветы между деревьями, да, тоже, что смотрится мы там нарисовали. Угу, так. И теперь мы перейдем к плану поближе, да, сейчас мы еще нарисуем деревья, которые у нас будут виднеться поодаль, да, немножечко. Для этого мы возьмем тот же цвет, который мы сейчас использовали и сделаем его чуть темнее, добавим в него больше синего. Я возьму тонкую кисточку, добавляю в этот же цвет, который мы только что использовали, больше синего. Цвет получается темнее. И этим цветом мы сейчас прорисуем деревья на заднем плане. Значит, вот эти вот тоненькие деревья, которые у нас виднеются сзади, тоткой кисточкой мы прорисуем несколько деревьев. Так, мы обозначаем где-нибудь стоять, допустим здесь. С одной стороны, да, дорожку вот здесь вот оставляем, как будто бы между ними, да, сильно в середину не рисуем. То же самое. В этих деревьях можно добавить несколько деревьев. веточек, да, чуть-чуть сильно не прорисовываем. Так, да, добавили. И теперь мы добавим еще некое подобие листвы на наши деревья, да, чуть-чуть, совсем немножко в некоторых местах. Опять же, берем тот же самый цвет, который мы только что использовали, берем кисточку уже побольше. и попытаемся сделать такое подобие листвы на некоторых наших местах, да, например здесь. Ну, сейчас видим побольше краски. Добавляем кисточку. Добавляем кисточку. Добавляем кисточку. И оставляем такие, как будто бы отпечатки, да, тоже кисточке. И теперь переходим к деревьям, которые находятся ближе к нам. Для этого возьмем уже цвет темный, да, можно взять черный. Можно добавить его к тому темному цвету, который мы только что использовали. Да, нам нужен темный цвет. И вот тот сугроб, который мы обозначили, да, мы сейчас деревья будем ввести к нему. Так. Олег. И вот так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И третье дерево, да, еще нарисуем сбоку Так, стволы нарисовали, сейчас мы еще добавим веточек Возьмем кисточку потоньше И этим же цветом, да, прорисуем в некоторых местах веточки Можно их тоже сделать какими-то извилистыми, да А тут уже ваши пантели Субтитры создавал DimaTorzok Так, стволы нарисовали Добавили веточек И последнее, что нам остается, это добавить блики Такой закатный день, да, мы оставим блики на снегу и на наших деревьях Мы сейчас возьмем тот цвет, который мы использовали вначале Оранжевый, да, который у нас был Который мы рисовали небо И разбавим его с белым Да, если он у нас закончился, можно его снова будет развести, да, этот цвет И этим цветом, да, у нас получилось такой светлый, да, с белым И этим цветом мы пройдемся по некоторым сугробам, да, обозначим сугробики сзади Как будто бы у нас там деревья тоже в сугробах стоят Да, и свет как будто бы так падает на них Так, сзади еще Спереди точно так же обозначим Спереди мы еще сделаем такую небольшую Дорожку Светлую Так И на деревья нужно добавить тоже этот цвет По левой стороне, ой, по правой стороне, да, деревья Ну, добавим этого цвета немножечко Дорожку Можно чуть больше желтого добавить еще для цвета. Так, и чуть желтого и белого можно еще добавить в эту дорожку. Вот такой рисунок у нас сегодня получился. Спасибо вам большое за внимание и пробуйте вместе с нами. Спасибо. 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 Спасибо.